В эфире информационный блог Доброго утра Таллина. У нас сегодня в гостях дочь известного российского писателя, журналиста Юлиана Семенова, Ольга Семенова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали в Таллин не просто так. У вашей семьи очень тесные связи с нашей страной, не так ли? Абсолютно точно. Начнем с того, что моя прабабушка по маме, она из Эстонии, она из Эстонка. И папа приезжал в Эстонию очень часто, не только для работы, но и просто в 59-м году, чтобы оздоровить свою старшую дочь, мою сестру Дарью. И он жил в Киасму, в маленьком домике на побережье, и поил мою сестру парным молоком. Приходила замечательная эстонская крестьянка с бидоном парного молока и кричала «Дассе на молоко!» – это значит «Дашина молоко!». И благодаря Эстонии моя сестра выросла крепкой девочкой. И бриллианты для диктатуры пролетариата писались тоже здесь. Известный роман «Охищение в Гохране в годы Гражданской войны» Юлиан Семенович писал здесь, потому что часть действия романа происходит в Таллине. И, кроме того, папа влюбился в эстонцев и писал потом очень красиво романтические рассказы об эстонцах, потому что, когда он кого-то любил, он об этом должен был обязательно написать. Сейчас вы живете в Париже. А как вы оказались там? Я влюбилась, даже страшно сказать, сколько лет назад, в гражданина Франции. У нас двое детей. Я живу между Парижем и Россией. Я очень счастливый человек, потому что я остаюсь русской, но в то же время иметь возможность жить между Родиной и между Францией – это уже прекрасная страна, но это великое счастье. В 2000 году вы открыли дом-музей Юлиана Семенова в Крыму. А у вас, как гражданки Евросоюза, не возникает сложностей? – Прежде всего, я гражданка России, но спасибо российскому правительству, у нас разрешено войное гражданство, и во Франции также, поэтому я себя прекрасно чувствую и у меня на родине, в России, в Крыму, и прекрасно себя чувствую во Франции. Музей открыт для всех, он действует, и если вдруг кто-то из Сталина захочет приехать, вход бесплатный, открыт 365 дней в году. – Вы продолжаете издавать литературные труды своего отца, а есть ли читательский спрос на них? Ведь время идет неумолимо. – Слава богу, читательский спрос есть, издают и в российских издательствах, и мы издаем, и люди покупают. И недавно издали во Вьетнаме «17 на вене весны», недавно издали в Испании, и сейчас продолжение «Штерлица», серию романов «Экспансия» продолжают печатать в Аргентине, сейчас издадут. – Когда-то эти романы издавались миллионными тиражами, сейчас, конечно, тиражи скромнее. – У всех писателей сейчас тиражи значительно меньше, но Семенов между 3 тысячами и 15 тысячами его издают, и это прекрасно. – Вы, кроме того, издаете книги из серии, автобиографической серии Юлиан Семенов, и это, я так понимаю, только малая доля того, что вы делаете для того, чтобы сохранить память об отце. – Я имела честь представить вчера эту книгу, изданную в издательстве «Молодая гвардия» ЖЗЛ «Биографию папы», но недавно у нас произошло замечательное событие, это же год 85 лет Юлиану Семеновичу было бы, мы в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге совместно с ними организовали выставку Юлиана Семеновича, которая называется «Кинороман Юлиана Семенова. 20-й век глазами Юлиана Семенова». «Россия 20-й века» – это очень интересная экспозиция, мы привезли много экспонатов из музея, выставка пользуется огромным успехом, я хочу благодарить всех, кто участвовал в подготовке выставки, в том числе нашего консультанта Алексея Репина, это прекрасная выставка. – А есть еще фонд культуры имени Юлиана Семенова, есть журналистские премии. – Мы создали культурный фонд Юлиана Семенова в 2006 году, он сейчас вручает совместно с Союзом журналистов Москвы, спасибо большое Павлу Николаевичу Гусеву, нашей большой поддержке, который поддержал эту идею, мы вручаем каждый год российским журналистам премию в области геополитической журналистики, замечательным нашим российским журналистам, которые говорят правду, и я горжусь нашими лауреатами, потому что они действительно, как папа говорил, светские проповедники. – Юлиан Семенов говорил, что журналист, на нем лежит очень большая ответственность, он светский проповедник, и у нас чудные лауреаты, действительно. – А как вы оцениваете состояние современной российской журналистики? Потому что в последнее время в Эстонии довольно часто появляются деятели российского либерального крыла, и, в общем-то, мы слышим очень такие негативные оценки. – Вы знаете, проще всего критиковать, но Юлиан Семенов говорил, что критика должна быть конструктивной и позитивной. Мы слишком часто отрекаемся от себя, отрекаемся от нашей истории, а нужно все помнить, все беречь и уважать себя. Мне кажется, сейчас ситуация с журналистикой прекрасная, мне кажется, у нас прекрасные и смелые журналисты. Наш лауреат – это Галина Сапожникова, это Роман Анин, это Андрей Минкин, это люди, которые говорят правду, но говоря правду, они предлагают выход, а они не разрушают. Они поступают так, как учил журналистов поступать Юлиан Семенов. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. А мне остается напомнить телезрителям, что сегодня у нас в гостях была дочь известного российского журналиста и писателя Юлиана Семенова, Ольга Семенова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова